так доброе утро дорогие друзья всем доброе утро доброго ранку сафра тава значит гуд монин бонжур аревар и прочие слова выражающие доброе утро значит все 10 07 я прямо задержался у этого яков шатанин шалом лефименко антон шалом шалом и значит мы про анна рингус шалом да извиняюсь еще раз за опоздание александр алик арье мыс мастер александр алик арье три имени молодец сейд макаев шалом анна анна привет тима дом привет алекс чудиевич все всем привет значит ходы что зураба слонян все мы продолжаем изучать перте вот получение отцов первая глава у нас какой номер мечты я не помню сейчас значит я надеюсь что влад и яков шатанин они ставят потом описание и напишут я точно знаю что сегодня мы изучаем мишну и леля и лель который сказал следующую вещь и лель сказал нам в начале что самое главное что мы были как ученики арона у ф шалом родов шалом чтобы мы любили шалом любили шалом любили бриот создания и их приближали к торе к божественной божественному знанию о мире доходы что теперь 2 он сказал чтобы мы не гнались нагад шма ватшме удело и сиф и сайф удело я лев ктала хаяф во миштамеш бетага халав на 2 что он нам сказал это чтобы не гнались за именем не гнались за почетом и чтобы мы помнили что кто-то не добавляет знанию у него закончится чтобы мы знали что-то не учит тору он себя ставит под подибель потому что он не знает как жить правильно и он нам сказал чтобы мы не пользовались короной торы то есть чтобы мы если мы что-то выучили не старались себя показать как раввины не пользовались практической кабалой а иначе это очень опасные два пути и значит да доброе утро теперь он нам сказал третья мишна одна из моих любимых вообще высказываний и леля и она для меня стала в свое время как путеводная такой ну такая знаете это базовая вот если взять можно сказать всем всеми штает все вперте вот нишны это базовые статьи знания особенно первая глава это такие аксиомы фундаментальные но вот особое место среди них занимает шимона цадик шимона цадик который сказал что на трех основах стоит мир на торе то есть на знании вообще как все работает божественное знание на служение это твое намерение служить богу и на добрых делах это твое взаимодействие с другими людьми как бы три базисных основы знания направление желания твоего и взаимоотношения с другими людьми мир стоит на торе на служении и на добрых делах и вот эта базисная мишна и гелель сказал в этой мишне им они ли мили если не я для себя он сказал кто для меня здесь он нам указал что возьми ответственность на себя если не ты для себя кто для тебя то человек должен строить свою жизнь быть не за максимально независимым и максимально понимать что ответственность за все что происходит с каждым из нас на каждом из нас им это не ли мили ты не должен ждать от других людей как сказал царь давид альтефтехубы надевим не полагайтесь на надевим на благодетелей на бенадам шеэнло чуа на человека нет от него спасения ты церухо яшувле адмато выйдет дух из него вернется он землю боем ау авдо аштанатав это царь говорил в этот день потеряются все кто на него полагались то есть не полагайся на людей более того сейчас была недельная глава буху катай и там есть автора это после каждой недельной главы из отрывок из пророков и там говорил пророк ирмияу что арур агевер ашер бутэх баадам проклят человек который полагается на человека и а и он же дальше сказал дальше он сказал баруха гевер ашер бутэх баа шем веяшем мефтахо благословен человек который полагается на бога и будет бог ему давать все возможности то есть будет бог его мефтахо будет давать ему уверенность значит марина я все время отдыхаю я вообще все время отдыхаю марина спрашивает я занимаюсь очень важными нужными полезными делами которые я сам для себя выбираю поэтому можно сказать что знаете когда человек занимается тем что любит то он все что он делает это можно назвать отдыхом а когда человек делает то что его заставляют то даже если его заставили поехать на море ну к примеру он не хотел то это насилие и насилие поэтому я ну то есть то чем я занимаюсь для меня это отдых у тебя сейчас отдыха у меня сейчас это реально вот и говорил или или азакен он говорил так им и данили мили если не я для себя то кто для меня это очень важно в жизни установка и когда ты понимаешь что каждый сам кузнец своего счастья каждый человек сам живет в своем мире и в этом вот мире да в этом мире в своем если ты его не изменишь если ты его не улучшишь если ты его не ну как бы не обогатишь им и данили мили о сказал или в кешанили от сми мани но вторая он сказал вещь что если я только для себя что я то я вообще не человек то есть он сказал интересную вещь с одной стороны ты не должен ничего ждать от других людей им эн они ли если не я для себя кто для меня но если я только для себя продолжает деление мани что я то есть это Когда человек делает только то, что он хочет, когда человек в его интересы не учитывает интересы других людей, то что? То тогда что он? Значит, здесь интересно, вот второй пэрок, вторая глава, когда мы до него дойдем, он посвящен выбору. Там полностью все про выбор идет, как выбирать в разных ситуациях. И там есть первая Мишна, говорит Раби Иуда Анасе, это уже потомок Елеля, это через несколько поколений. И он говорил так. Какой путь прямой, что выберет твой человек? И он дает ответ на этот вопрос. Ведь каждый хочет выбрать прямой путь, золотую середину. И он говорит, очень все просто. Путь надо себе выбирать, который прежде всего великолепен для тебя. Тебе должно быть радостно, что ты выбрал этот путь. В эти ферек ломен Адам и прекрасен со стороны других людей. Значит, вернемся к нашей Мишне. Елель говорил, им эн они ли, если не я для себя, кто для меня? Прежде всего возьми ответственность. Ты строитель своей жизни, ты строитель своих эмоций, ты строитель своих мыслей. Ты выбираешь цели, ты выбираешь направления, ты можешь не выбирать цели. То есть, если не ты для себя, не жди от кого-то. То есть, им эн они ли, мили, если не я для себя, кто для меня? И даже еще раз, пророк Ирмяв говорит, что проклят человек, который надеется на другого. Есть такая очень крайняя форма в Мишле, в притчах царя Соломона, мы учили там такую вещь интересную, что тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть, человек, который даже подарки ненавидит, ему они не нужны. То его жизнеспособность, его жизненность, она очень сильно велика. То есть, он ни от кого не зависит, его невозможно ранить, потому что он ни от кого ничего не ждет. Он на самообеспечение. Но, конечно, они ли от СМИ, мани, он говорит, но если ты такой автономный и ничего не хочешь, ни для кого делать, то кто ты? Ты не кто, ты что? То есть, ты перестаешь называться человеком. Потому что человек это тот, кто хочет помогать другим, тот, кто заботится о другим, тот, кто делает добро людям. И третье, что сказал Ирель в этой Мишне. Если не сейчас, то когда? То есть, он сказал, что есть главное время, которое главное время, и можно даже сказать, если по-честному, это единственное время. Это время сейчас. То есть, когда человек хочет быть максимально настоящим, то он должен осознать одну простую вещь, что кроме сейчас не существует другого времени. Все остальное время вымышленное. То есть, сейчас это реальное время. А вот завтра, это всегда выдуманное. Почему завтра выдуманное? Потому что, когда я думаю о завтра сейчас, то я выдумываю свое завтра. А когда наступит завтра, так оно будет тоже сейчас. То есть, существует только в реальности время сейчас. Когда я думаю о прошлом, его нет. Это я сейчас вспоминаю какие-то фрагменты о прошлом. Когда я чего-то боюсь или беспокоюсь, то я выдумал это беспокойство. То есть, все беспокойство, страх происходит в иллюзорном времени. В сейчас, сейчас. Все хорошо. То есть, сейчас человек, в принципе, может справиться практически со всем, что с ним сейчас происходит. Да, бывают исключения. Бывает реальный страх в жизни, который при реальной опасности. Но в момент реальной опасности, в момент реальной опасности, все равно спасение, оно зависит не от того, боишься ты или не боишься. Спасение зависит от того, что ты делаешь, как ты делаешь и так далее. Поэтому само по себе беспокойство и размышление о будущем показывает, что человек находится в виртуальной придуманной реальности. Поэтому Елель нам говорил, если не сейчас, когда нет другого времени, кроме сейчас. Не строй свою жизнь в иллюзорном завтра, в иллюзорном вчера. Строй свою жизнь в настоящем, в реальном сейчас. Как мы говорим каждый раз, когда вызывают к Торе, когда вызывают к Торе в субботу, то, когда говорят, вот она Тора, говорят, выатем адвитим ляошем илокайхем, и вы прилеплены к Богу Всесильному вашему, хаим кулхем айом. Вы живете все айом сегодня. То есть, ахшав, айом, это единственное время. И как только ты его осознаешь, в этот момент ты прилепляешься к реальности божественной. Как только ты живешь в завтра или во вчера, ты живешь в виртуальном мире, который придумал сам. И первое правило, вот очень важное правило, которое сформулировал тогда, получается, Елель, что если не сейчас, то когда? Нет другого времени, чем сейчас. Все. Понятно. Давайте сведем все вместе. Значит, чему хотел нас научить Елель, спрашивают Петя Нивня и Владимир Николаевич тоже. Чему хотел, что Елель хотел нам передать через тысячелетие, он жил 2200 лет назад. Значит, он нам говорил, имэна нили мили, если не я для себя, кто для меня, возьми свою жизнь в свои руки, ты делаешь свою жизнь. Ты решаешь, ты оцениваешь, ты выбираешь цели, ты создаешь все предпосылки для счастья или для несчастья. Он говорит, если не я для себя, кто для меня. Никто не может меня сделать счастливым, никто не может и не может и не имеет права управлять моей жизнью, кроме меня. Имэна нили мили. Вакеша нили ацми мани. Но если я только для себя, так что я? Я ничто, я эгоист, я вообще не человек. Человек это тот, кто взаимодействует с другими, любит других и так далее. И имло Акшава и Мата, если не сейчас, то когда? Нет другого времени, кроме сейчас, сказал нам Гилет. Я хочу с вами сейчас поделиться тем, что я узнал про счастье. У меня очень сформировалось четкое понимание за последнее время, что такое счастье. И хочу с вами им поделиться. Значит, счастье это то, к чему все стремятся. Все люди хотят быть счастливыми. То есть счастье, оно как бы действия человека, они нужны для того, чтобы испытывать ощущение счастья. Например, даже вот человек верующий, да, он думает, вот у меня жизнь классная, я служу Богу, я буду в раю. И даже если мне сейчас сложно, даже если мне сейчас больно, это трудности, которые мне Бог дает, но дальше будет вечный рай, вечный кайф. Если человек религиозный, то он не боится будущего, потому что он уверен, что Бог о нем позаботится, что бы ни происходило, потому что это же Бог, хозяин мира. То есть в итоге все равно религиозный человек хочет быть счастливым и нерелигиозный хочет быть счастливым. В этом они едины. Только нерелигиозный человек думает так. Если я стану религиозным, то я потеряю то, то, то и то. Значит, у меня будет в жизни меньше счастья. И он продолжает быть нерелигиозным. То есть все стремятся к счастью. Люди, которые зарабатывают деньги, на самом деле они хотят не денег, а спокойствие, счастье и свободы, которые эти деньги дают. Ну и так далее. То есть счастье это основная цель, которой стремится осознанно или неосознанно большинство людей. И вот я узнал, я узнал, что от чего зависит уровень счастья у человека. Чисто физиологически есть четыре гормона, которые отвечают за счастье. Я прочитал одну книгу про гормональную основу счастья. И мне стало как бы все вместе сложилось, хочу с вами поделиться. И это очень вписывается все в Тору, только Тора это нам описала чуть с другой стороны. Значит, первое, это гормон, который называется, по-моему, если я правильно запомнил, дофамин. Дофамин это гормон, который выделяется при достижении целей. То есть человек ставит себе какую-то цель, и когда он ее достигает, то вырабатывается дофамин. Поэтому, чем более достижимые маленькие цели вы себе ставите, и чем больше целей в течение дня вы достигаете, тем больше у вас уровень счастья, дофамина этого в крови. Каждая цель, бах, счастье, 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 счастье. Вот я сейчас буду счастлив, сейчас у нас 89 человек на уроке. Как будет 100, я буду счастлив. Хотел я кофе, попросил жену сделать кофе, жена мне сделала кофе. Вот я еще счастлив, у меня уже цель кофе достигнута, а цель 100 человек не достигнута пока. Я пока в стрессе. Нас 90 на уроке, а мне нужно, чтобы была 100 моя цель. Понятно, да? То есть, когда у человека цель достигается, у него идет выброс дофамина. Он счастлив, не достигается, стресс, кортизол. Все, но я пока кофе возьму. Отлично, значит, это только первый гормон счастья. Дофамин вырабатывается при достижении цели. Поэтому у человека должны быть достижимы, много достижимых целей. И не надо слишком там стремиться к каким-то недостижимым целям. Дальше, второй гормон счастья называется серотонин. Серотонин. И он вырабатывается при социальном одобрении человека. Вот летят сердечки. Кто-то мне сердечки там клацает, да? Оп. И у меня вырабатывается серотонин. А я, например, Елену Храмцеву сейчас искренне ее похвалю. Елена, я очень рад, что вы присутствуете на уроке. Отлично. Очень правильный выбор. И Шошана Кац молодец. Молодец. И Алекс Чудеевич вообще реально спасибо огромное. Я очень рад, что вы присутствуете. Все. Это при социальном одобрении вырабатывается гормон, который называется серотонин. Дальше. Дальше вот меня спрашивает, спрашивает меня, кто-то спрашивал до этого, каким образом, каким образом вот я никогда не отдыхаю, энергия и так далее. А я вчера побегал, побегал я вчера 35 минут, а хорошо побегал. И во время бега физическое нагрузки у человека вырабатывается гормон эндорфин. Гормон удовольствия, который как раз он вырабатывается во время тяжелой физической нагрузки для того, чтобы снять боль. И получается, что тренировка дает выброс этого эндорфина, который по силе он сильнее, чем морфин. То есть это реальный гормон удовольствия. Отлично. Вот уже три мы знаем гормона, которые отвечают за счастье. Один, достижение целей. Второй, социальное одобрение. Это умение с людьми сделать так, как написано в Пертьевод, что тот, что люди его любят, Бог его любит. Да, то есть вот это вот одобрение людей, оно дает человеку счастье и благословение. И четвертый гормон, значит у нас есть дофамин, достижение целей, серотонин, социальное одобрение, эндорфин, спорт. И четвертый гормон удовольствия называется ацитоцин, как-то он называется, сложное название ацитоцин. Это любовь, любовь. Этот гормон выделяется, когда есть близкие, включающие физические взаимоотношения на уровне родителей, дети или муж, жена. То есть эти родственные, близкие отношения, каждому человеку вот этот ацитоцин выделяется, когда у него есть вот эта вот связь с близкими. И получается, что если у человека есть вот эти вот четыре источника счастья, то у него на уровне прямо тела он чувствует ощущение счастья. Если чего-то не хватает, чего-то не хватает, вот из этих четырех направлений, то внутри есть стресс. Подумайте, откуда он у вас берется, этот стресс, и создайте программу, каким образом его уменьшать. Если у вас нет целей, или есть слишком много целей, или слишком большие цели, то распределите так, чтобы в день у вас было там 20-30 маленьких достигнутых целей. Хотел, получил. Хотел, получил. Хотел, получил. Не отставляйте это на случайность и на мало ли получится или нет. Второе, это серотонин. Делайте добро людям, говорите комплименты, люди будут вам отвечать добро. Третье, окситоцин, привязанность, то есть близкие отношения. Очень важно создать с кем-то близкие доверительные отношения, основанные на реальном доверии, 100% и так далее. И четвертое, эндорфины. Тренируйтесь, развивайтесь. Все, давайте подведем итог. А Елен нам дал три основных совета. Первое, это если не ты для себя, если ты не сделаешь себя счастливым, никто тебя не сделает. Если ты только для себя, то что ты? То есть ты должен, когда ты делаешь себя счастливым, делиться этим счастьем с другими. Если ты не научишься находиться Ахшав, вот в этот момент, убирать, выключать время. Нету будущего, нету прошлого, есть сейчас. Если ты научишься схлопывать все это в реальность, в сейчас, то тогда ты попадаешь во время, когда ты взаимодействуешь с Богом. С Богом ты взаимодействуешь только сейчас. Все, друзья, поставьте, пожалуйста, сделайте своих три вывода из этого урока. Поделитесь этим уроком с друзьями, знакомыми, со всеми, кому вы хотите добра. И добавьте прям, желаю тебе, чем больше вы благословляете других людей и желаете им добра, тем больше вы получаете добра. Понятно, да? Поэтому, когда вы делитесь своими выводами, пожалуйста, поделитесь. И еще раз, мы базируемся на Мишне, в Пертьевод, которая говорит, что Поэтому запланируйте для себя сразу после урока что-то сделать, то есть вы что-то поняли, что-то услышите. Сделайте что-то. Мы изучаем Тору, это высшая мудрость мира, это как божественная мудрость. То есть, когда вы ее услышали, это не значит, что она стала еще вашей. Услышал, понял, сделал выводы, сделал план действий, сделал действия, рассказал. Все, эта Тора, она внедрилась в вас, и в вас пошел божественный свет. Все, удачи, успехов. Жду ваши выводы, и поделитесь, и благословляйте других людей тоже. Все, удачи, успехов. Я знаю, ты можешь прямо сейчас. Все, пока. Пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok